Всем привет, дорогие друзья, это канал СамСолнышко Плей, и сегодня мы продолжаем играть в Зайчка. В прошлой серии мы с вами расправились с этим хорошим дельем и ступили на тропу зла. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Точно, точно! Да базар ответишь на! Горло тебе перережу, слышь? Ромка и Бяша начали швырать в лопу льда с летопедающим Семеном. А потом вместе страшно закричали, запричитали глумливо. СВИНЬЯ! Захрустел снег. Запахавшиеся ребята приблизились ко мне, и я наконец смог разоглядеть их прибавившие в резкости лица. Мои очки! Блять! Гандон этот стащил! Зато мы ему всыпали одну сына! Ты как у меня бесит без обуви, ты все на! Какой-то вот г-г-г-г-бовской вот этот жаргон. Завтра вот с таким фуфелом припрется, ответяю! Даша захохотал гортан. Гиенов королевы обзавидовались бы этому смеху, это точно. Ну и дела. Тоха, ты без очков хоть что-то видишь? Немного. Из мглы выдвинулась рука с красным прямоугольником. Рома предлагал мне сигарету. Угощайся. Ну все, мамка-то права, теперь была куряга, блин. Я прищурился, селись различать, различить марку твака, хотя совсем не разбирался сигареток. Я ни разу не курил, да и начинать не хотелось. Интересно, будут ли они со мной общаться, если не принимать сих привычки? Покрепавшись, я покачал головой. Спортсмен, что ли? А ты в глаза долбишься? Не видел, как он Семена четко вмазал? Да базара ноль, Мортал Комбатна. Тоха, у нас вроки борьба. Тогда уж и вон драго. Курим одну на двоих, гони и жигу. Ромка губой подцепил сигарету, а Бяша сведливо шарил по карману в поисках зажигалки. Тоха, что я сказать хотел? Извиниться, наверное, на колено упасть, поцелать мой ботинок. Не держи зла, брат. Мы тебя на вшивость проверяли. А то очки эти, еще и маска. Бяша чиркнул здоровье на Тбилиси, и Ромка смачно затянулся. Меня, кстати, Ромка зовут. Мы как бы из прошлой серии это знаем, твой имя было подписано. Он пожал мне руку сильно, до поля сдавив пальцы. Его сорванные сухие мозоли на ладошке говорили, что он носит спортивный костюм не просто так. Это вот Бяша. Ты не очкой. Со свиньей мы лично пообщем. Он вдохнул в мою сторону круг дыма, отчего я тут же закашлялся. Каза. Пойду пока сумку соберу, а то темнеет. Я нагнался за выпотрошенным рюкзаком и его задержим. Надеюсь, что новые приятели исчезнут, когда я повернусь. Но они и так остались стоять, передавая друг другу сигарету. Два низкоросок сиглета, сплуждающего между ними огоньком на фоне сосновых столбов. Они ждали, пока я соберу учебники, и перешохтывались. Говорил в основном Ромка. Бяша лишь шмыгал носом и одобрительно мучал. На! Вот так вот. И тут, среди припорошенных снежком тетради, я вновь увидел ту старую, потрепанную временем зайчью морду с папьемаше. Пустые дыры глаз, которых, может быть, что угодно. Любые глаза, но не маска. Будто хотела иметь мои. Откуда она взялась и что забыла в моем портфеле? Я подобрал ее так осторожно, словно опасался, что она цапнет меня за палец. Просто новогодняя маска, заеденевшим плевком во внутренней стороне. Только что-то в ней было не так. Что-то клашилось внутри, под коркой старых газет. Я слышал шуршание тысячи маленьких тел, которые, исходящие от меха, что-то пытались прогрызти наружу. Ммм, бон аппетит! Опарыши! Готов, Тоха! Пипец у него глюканный, блин. Голос Ромки выдернул меня из кошмарного видения, и я с ужасом отбросил маску прочь за пределы видимости. Отвращение клокотало внутри, но я собирался и не подавал виду. Настоящие это черви или черный сдвиг по фазе? Без разницы. Слишком много всего для одного дня. Хотелось как можно скорее отучетиться дома. Ладно, пацаны, мне пора уже. До свидания. Доброго вечерочка. Я притянул руку навстречу дому фигурам, чтобы пообращаться. Темные продолговатые пятна подракивали впереди. Застыли, внимательно изучая меня. С кедрами закорешиться решил? Мы здесь вообще-то. Господи, ну и кринж. Вот он, конечно... Блин, а что? Он же слепой, он сейчас не дойдет. Надо было, чтобы они его проводили хотя бы. Голос Ромки прозвучал у меня за спины, и я чувствовала себя неловко обернуться. Деревья хреновые, кенты. Да уж получше, чем вы. На. Ты не ссы. Мы тебя до дома доведем, а то ты как слепой котенок. Ну, слава тебе, господи, неужели у вас есть мозги? Так здесь живем и сгниешь. Это правда. Окурок разбился о пень с нопом искр и зашипелся у крови моих ног. Ребята как-то натянута засмеялись и взяли меня под локти. Покидая пустырь, я обернулся в надежде увидеть Алису. Хотя бы рыжее пятно. А вдруг? Ну, увидел лишь грохочущий трактор, который уползал откуда-то из поворота. Мы с пацанами идем. Уведут меня. Блин, а они меня точно домой доведут? Мы сейчас куда-нибудь уведут. Опять этот чел, он опять курящий, у меня преследует. Вообще постоянно везде ходит и курит. Непонятно какой-то. Не, ну Антошка у нас вообще красавчик, конечно. Прям не насмотрюсь. Молчливые процессии брели мы вдоль замерзшей просеки. Тишина и тесистная слепота вместе действовали угнетающие. Я заговорил. А почему тебя Бяша зовут? Бретенок криво хмыльнулся. Все-таки он оправдал мои ожидания. Потому что я волк ловить из курина. Брешешь. Пургу гнать, это он умеет. А звать его так, потому что блеет, как овца. Все после того, как из черного гаража живым выбрался. Че за черный гараж? Бяша моментально изменился в лице. Я заметил это даже сквозь пелену. Отшатнулся. Замечал что-то нечленораздельное. Видишь, с ним так всегда, как об этой херне заговоришь. Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? На черной-черной улице, в черной-черной подворотне, стоит черный-причерный гараж. И он знает о тебе все. Где ты живешь, наверняка слышал о пропавших детях. Так и че? Это тут не первый год происходит. Все местные знают, кто здесь замешан. Маньяк какой-то. Даже взрослые. Маньяк? Вообще, везет тебе? Ты вон в лесу, считай, живешь. А че везет-то? Он к тебе так просто не сунется. Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. А еще. Идешь такой себе ночью. И тут раз! Он стоит. Где совсем недавно пусто было. Дверь открыта. Внутри мрак. И тут как? Пяшенцы, ну капшон накалываюсь, а вы за высоко трепещущие ноти. Стараюсь оглушить Ромкину речь. Ладно, ладно, проехали. Я переварил рассказ Ромки, не понимая, как относятся к услышанным. Я вообще ничего не поняла. За недолгое время, проведенное в этом заснеженном глухом поселке, я уснил от ног. Многие здесь столкнулись с тем, чего так и не могли понять. Я вспомнил на мелко трясущий у себя шу. Тоха, а вот скажи, нахрена вы-то сюда переехали? Ой, слушай, это очень хороший вопрос. Я тяжело вздохнул, глядя под ноги. Далеко внизу ботинки подали носками туман. Это были вызубренные надюси слова. У отца тут новая работа. И мама в поселке раньше жила, давно еще при Союзе. Хех, здесь же нечего делать, только гнить. Ну или как Бяша по лесам шаст. Бяша осторожно высылась под капюшоном, словом улиткой из домика, и прислушался. Он у нас турист. Летом целую неделю в палатке жил. Здесь, рядом. В госмушащей. Хотя, от мамки его звезда, ну ты, я бы сам в лес сбежал. Мы шли дальше, но казалось, что этот лес плывет мимо. Сосны черные клавиши, снежные пророхи белые. И чаще играют свою древнюю скрипучую мелодию. Музыку корней, берлог и забытых таежных скитов. Снежинки создавали обудорожающую иллюзию. Казалось, кто-то бродит по лесу. Кто-то высокий, неуловимый, готовый в любой момент прикинуться деревом, если слиться с сугробами. А потом, когда внимание к нему ослабляет, ослепнет, вновь продолжит свой путь вдоль дороги. Но это была лишь игра светлой тени. Там никого не было. По крайней мере, не хотелось так думать. Ромка вдруг резко притормозила, сказал... Слышите? В лесу кто-то бродит по ходу. Кожа под одеждой засвербела. Заныла в желудке. Мы посмотрели, куда показывал Ромка. Мы сочинные. Причем с нашей скоростью идет? Никаких гигантских фигур за мачтами сосен. Только тени, крадущиеся в полумраке. Я ничего не вижу, пацаны. Медленные тени. Быстрые тени. Голодные. Снег бесшумно осыпался с ветки, затаив, сдрогнуть, прикусить губу. Будто что-то огромное поднялось с дерева и улетело. Возможно, в нашу сторону. Ромка поднял земле шишку и шурнул в чаще. Оклик срикошетил, словно ударил, а такой барабан. Эхо передразнил Ромку, а затем вновь отсорилась тишина. Кто-нибудь видел? Я ничего не вижу вообще. Что я видел, так это вертикальные мазки деревьев, темноту, снег и своих спутников в дымке. Вспоминались шершавые стволы, глупчатый лишайник и ледяное крошево над нервом. Пойдемте скорее, а то вечереет. Меня вновь взяли под локти и повели вперед. Поднесли к лесу, к торчащим шпилям. Сучьев. Солнце окончательно кануло за зеленые пики. Мрак зашевелился, расправил плечи, пополз как дым. Добавок повалил снег. Густые литкие хлопья, белые мухи, летящие на запах падали. Мое зрение стало крохотным островком, омываемым темными водами. Утренняя тревога вновь начевала овладевать мной. Мерещилось, что далеко-далеко на самой кромке сознания я слышу вкрачево пение и флейты. Хрупкое, словно мартовский ледок, под которым дремлет бездонное озеро. Я ковырнул пальцем в ухи, прогоняя слуховую галлюцинацию. Лес был тих. Я представила ребенка, идущего в ночи под назором дуплистых сосен. А вы знали Вову Матюхина? Мальчика, который пропал недавно? А разве мы не его ищем, сладкий? В смысле? Я вздрогнул и остановился, уставившись на провожатого. На Алису в ее неизменной маске лисы. Девочка нежно придерживала меня за локоть. Что ты здесь? А ведь я тебя потерял. Потерял? Потому что зазевался. Я щурился недоверчиво. Давно ты за нами идешь? Что значит давно? Я всегда была рядом. Да и за кем? За вами. А дурачный я повертелся, но не нашел ни Ромку, ни Бяшу. И вдруг почувствовал ее прохладный пальцем на своем запястье. Пойдем же. Мы собирались искать Вову. Не дав опомниться, она повела меня через лес. Запах мандарины в кофе и пидарт обволакивал. Я ощущала себя маленьким мальчиком, которого ведут неизвестность. Конечно, маньячка-педофилка какая-то. Впереди темнели стволы деревьев. Грозно щетинились ледяные кусты и дикобразы. На пути возникло что-то прямоугольное. Вроде большой коробки. Я окменял. Коснулся крышка глаз, оттягивая веко, как бы настраивая зрение. Металлический гараж вырастал прямо из валежника. Все. Тошка-то все. Конец. А глаза-то он щурил вот так вот. Я, короче, тоже так, короче, сделала. Но нет, хотя вот так вот я не делала, я делала вот так. Когда мне надо что-то видеть. А мои знакомые делали вот так. Ну, мне так не получается. Но все, нас убьют сейчас. Тяжелый, громоздкий, такой невозможно без труда перевести с места на место. Стены окрашены черным. Чернее гружающей тьмы. Лиса принюхалась. И показалось, ее маска сморщилась от умерзения. Это здесь. Стревоженный голос спутницы напугал меня даже больше, чем эта жутковая-то железная коробка. Здесь я слышу его запах. Но его Вов кто убили, это понятно. Может, Вова играет с нами в прятки? И он решил спрятаться внутри? Мне казалось, что от постройки отделяют дымчатые щупальца и что-то рыщут в прилы листве. Они стелились по снежному одеялу, подбираясь к нашим ногам. И какой-то жуткий металлический скрежет доносился за огромных черных ворот. Кто-то или что-то явно ждало нас внутри. Ну, выбора-то у нас нет. Наверное, со стороны мое дерганье напоминало пластику марионетки, тасущих на нити хухловода. Я приблизился к гаражу, затаив дыхание. Тук-тук. И посвящал костяшкам по лесновому железу. Тук-тук. Тут же опасливо отскочил. Послышалось, как зазвенели проржавейшие мясные крыки на толстых металлических цепях. И что-то громоздкое, отринув сон, поползло от варя черный ворот. Ничего не происходило. Это сова. Сова, сова, сова. Сердце бухло в груди. Ничего. Тук-тук. 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 Опасаясь повернуться к гаражу спиной. Ну мое, мое, я же не успел. Беги, это спиной управлял волк в голове. Спотыкаясь, я рванул в кишащую тенями ночь. За изломанный ствол листницы уверены, что листы пишут. Рядом. Но не все спустя обнаружил, что девочка пропала. Лесбор мотал свои древние молитвы. Скрипел, тикал, шуршал. Я замер. Не знаю, сколько пришло времени, прежде чем я понял, что стою почти в полной темноте в кольце взмывающих вы стволов. И все вокруг шевелилось и дрожало. Уши закладывало от шороха и шелеста. Кроны таяли в космической черноте. Кусты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лапа простается из мрака и свадит мое деревень в шею лицо. Где-то вдалеке послышался крик. Антон! Меня искали. Как того пропавшего мальчика. Глаза щипало выступшими слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! Крик зазвучал громче. И на мгновение я даже поверил, что меня спасут. Я здесь! Мне кажется, у меня волк ищет. А, или коза. Это козел! Одно из деревьев двинулось вперед. Это был не Ромка и не Бяша. Это был козел. Кто-то взрослый, высокий, с длинными руками. Пацаны, что начинаются? Прекратите, уйдите! Сиденье выкрались в тени, на пынаши собак. Но эти существа были намного крупнее жульки. Лес больше не отдаился, напрятался за ложными образами. Я замер, будто олень. Нашпеленный мулачей приближающегося автомобиля. А, черт, еще уставились на меня. Но вот это козел! Кто-то из них сова, волк, алиска, еще кто-то. Сумерковь без очков я видел слишком мало, но я увидел, но хватало снега, чтобы остолбенеть от ужаса. Резкий запах звериной мощи и мокрой шерсти окутал поляну, когда шуткая процессия во главе с гигантом направилась по мне. От страха подкосились ноги, я упал на колени в снег, словно обомоляясь этой фигурой в деревне в темноте. Я не смел поднять глаз, и когда он подошел, накрыв меня с мрадом, на миг почутил, что ноги ему поросли серии шерстью. Я зажмурился так сильно, что на внутренней стороне век заплесали красные руки. Лишь бы не видеть всего этого, зато я чудес не слышал. Его дыхание наждачной бумагой тиропало уши. Хриплое, глубокое, рычаще. Так это, знаешь, кто это, Кабан. Я выводилась в память о бабушке в загубах. Мертвый к мертвому, живой к живому, мертвый к мертвому. Это были рычания и волны. Снова они защищали от всех рук, я был бессилен, словам. Я тут неподалеку послышал знакомый ласковый голосок. Ужас, скорей! Попробуй его на вкус! Алис, ты что, охранял, что ли? Да это козел, он же не ест людей. Или ест. Нет, козы не едят, свиньи едят. Что-то горячее, уже он по-моему, коктировка. Мясистая, липкая. Я же говорила, хозяин! Это наш зайчик. Позаботься о нем. В узкой бойнице приподнятых век за дрожащими пальцами я видел крозную фигуру, вышащую вдовной. Впушал запах псарни компостных ям и мха. Перед его величественной желкой возвышался рогатый зверь. В позе сквозила будоражащая нравственность, царственность. Рога подбирали тучи и вытарщенные бельми впивались крючими пыль и готовы лопнуть от ужаса глазами. Руки были полны ударов. Конфеты выпадали с нами на снег и переливались пёстрыми фантиками. Серебрились упаковки шоколадных батончиков. Чупа-чупс воткнулся с угрок пластиковой палочкой. Мне не надо. К моим ногам посыпались конфеты. О, у Сникерс, кстати, блин. Но если б там пикник. Но если б китка был, баунтс нет. Китка-то нет, значит нет. Стукнулся, а этот пришел в томаты. Похотел на страху, не вспомнил. Упавшего Вова был точно такой же. Рядом упало кругло. Посыпались брата металлическая ела. Медведь облезан носом. Решикалцем беспроверила. Олавянный солдатик знаменился. Ухажаю на машину. Я кукурузник. Игрушки не были перепачканы в крови. Но воображение доросово-багровый потек и клякс. На этих сокровищах, принадлежавших безвестным деятелям, дошла сорокатая тень чудовища. Да не буду я брать, ты чё присталку меня? Отстань, не плачь. Косматые руки выудили откуда-то из темноты преследуешься у меня образину зайца. Фу, зачем ты меня налепил, это говно? И гроба нацепил мне на лицо. Сальчик. Тени зверей вокруг меридно-берзиозно встали на заднюю лапу. Тут же свет ударил мне в лицо, раскалыв пополам фигуру монстра. Я заслонился пятернёй. Луч фонаря скользнул вниз. Антон! Батька! Вот ты где-то. Ты совсем сдурел? Это вообще как понимать? А чё было? А не меф, я глядел на папу. Туда, где секунду, она с этой громадой сделала чудовище. Мрак укатал, поляну укутал. Но игрушки и конфеты темнели на снегу. А если набрать силы подойти к кустам, то наверняка там будут отпечатки лап. Язык проглотил? Одноклассники твои к нам пришли. Сказали, ты сбежал от них в лес самую чащую и... Что это за дрянь ты напялил? Я стянул маску с... 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 прорывшего лица и бросил я к стальным игрушкам. Дебрик закрустили ветки. С недаемым ужасом я прыгнул к отцу, амстропенулся, изучая чищу. Я исказал совсем другим напряжённым тоном. Так, пойдём отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Я потянулся к отцу всё ещё леденее от ужаса. Схватился за его крепкую ладонь, почувствовал подушечками быстрый пульс. Поднялся и, пожадываясь, побрёл с папой по его... по его едва различимым следам. Назад к человеческому жилью, к свету, к дороге, где отец припарковал машину. Чтобы дома ни слова, ясно? Ни единого намёка, где я тебя нашёл. Да, пап. Слушай, ну, мои подозрения сейчас такие, что пацанчику не просто так даёт таблидоса, возможно, он... та ось, и он видит галлюцинации. Но это так, теория. Он держал меня за руку словно что-то очень ценное и всё рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Но это было не тот липкий, как язык животного страха. Его страх был благородным и чистым бриллиантом, а я кивал и послушно перебирал ногами. И вдруг где-то за спиной я вновь послышал знакомый голос. Помни. Шо ты пристала ко мне опять? Пока ты со мной, никто тебя здесь не тронет. Машина двинулась по направлению к дому. Ох, считались-ка. Ой, вон гараж тот. Припав к стеклу, я различил среди ели приземлистую постройку хибару чернее самой Черной Ночи. Гараж, хранившийся в Чищобе, металлический склеп. Он словно шёл за нами по пятам. Через миг постройка скрылась за поворотом. Я сглотнул горечь. А, это дорога вся. А белые снежинки всё парили в темноте. О, хата. Прибыли. А очки-то мне где-то на увязать. А вот и мы. Привет. Не забыли. Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. Но еле отец застал грозные эмоции на стыке гнева и презрения. Внезапно её зарупал на меня и опасно долго задержался. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Упс. Да в школе поди забыл, простофиля. Повисла ядоватая пауза. Весь в тебя. Отец сердечно смирил маму взглядом, а затем заговор щитски подмигнул мне. Напоминая о нашем уговоре. Ну ничего, есть же запасные. Проживём как-нибудь. Слава тебе, Господи. Родители ещё некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча попрыл по своим делам подальше друг от друга. Смешные такие. Я ещё не успела родиться, как ко мне бросилась Оля. А я лису увидела! В меня словно дробью пыльнули. А немев, я лишь зашевелил губами. Со звоном разбилась дребезки чашка. Это мама выпустила её из рук. Её лицо было бледным, она растерянно уставилась на осколки. Это короткая, вдоль секунды паузы длилась вечность. Потом мама с досадой сказала. То сова, то лиса. Когда же тебе надоели? Правда, правда! Такая пушистая! Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. Она меня позвала, а тут мама вышла, и лиса убежала. Она сестрёнку решила у меня забрать. Не только меня. Ещё и сестричку, сестричку, сестричку мою. Не подходи к ней! Не пойду, мой вай! Эй! Не пойду! Если бы понадобилось, я бы был готов трясти сестру, как тряпичную куклу. Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Мама ушла в коридор и удивлённо посмотрела на меня. Я стушевался. Ну, лиса ведь укусить может. Отмазался. Мне вспомнились детские сказки, в которых лисы воровали детей. Представил свою лису, больную, хищную, бегущую, быстро-быстро по ночному лесу с дёргающимся мешком в обнимку. Это ж была не настоящая лиса. Расскажи им, Оль. Она на двух ногах ходила, а ещё была в платье одета. Только она была взаправду. Мама устала и улыбнула, словно это всё объясняла. Я тоже выдавала из себя улыбку. Жалкую, как тонкий кусочек мыла перед тем, как он окончательно растает в руках. Но оставшись наедине с сестрой, я шепнул... Ещё раз увидишь её. Беги. Ран! Ран! Обежала. Мы с лисном чудовище атаковали, бомбардировали меня, будто дождь из конфет и игрушек. Передо мной стояла поросшая шерстью фигура, распрямляющаяся на фоне стволов. Кто он? Что случилось в лесу? Что со мной происходит? Я зажмурился и бросил в рот витамины, и запил их водой. Хватит сходить с ума. Пожалуйста, хватит. Я кое-как уселся за математику, но задачи не желали решаться. Цифры в тетради то кувыркались и перемешивались, то кружили станции, то прыгали за поля. От всей этой чехарды голова стала тяжёлой, и так и норовила упасть в числовую связь. К векам словно подвесили маленькие гири, те, что кладут на весы в продуктовом магазине. Стоило мне сдаться и захлопнуть тетрадь, как воспоминания, прожитые мне суматошно, заскакали перед глазами. Вот снова я посреди душных школьных коридоров. Отсюда виден кабинет литературы. Лица мёртвых классиков на портретах, строгая и царственная поза классно-руководительницы Лилии Павловной. А затем углом ждёт, не дождается, её ненаглядная дочка Катя. Ябеда и сплетница. Ах, это её дочка! Ах, всё понятно, яблонька от яблони недалеко упала. Эй, новенький! Новенький! Чего тебе, Катя? Где тут функция послать? Она закачалась на носочках, спрятав за спиной руки, и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели? А чего это ты интересуешь, ставца? Может быть, я сказал бы правду Полине. Но Катька продаст мою правду на рынке за три копейки. То же самое, что распечатать мою мысль на принтере и повесить рядом с фотографией Иовы, чтобы все читали. Я вновь обратился к заученному ответу. У папы тут новая работа, а мама... Мама... Но Катя даже не думала меня слушать. Метнулась к новострённым ушам подрузок, зашептала, просясь на меня и хихикая. Да-да, конечно-конечно. Он нас тут совсем за дурачков держит. Я вот слыхала, что это всё из-за его отца. Он недавно кому-то крутому дорогу перешёл, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Неправда! Ты всё врёшь! А слышали? Слышали, как он Бабурина просто так стукнул? Не просто так за дело было. Это каким надо быть уродом, чтобы в первый же день так над одноклассником измываться? Прекрати! Ты же знаешь, он первый начал! И будто этого мало... Она хочет, чтобы мы ей тоже втащили. Я предлагаю её ударить. Ходит слухи, что он спутался с ворюгами из шайки Ромки Петифана. Ой, девочки, сумки проверяйте. Того и глядя, в гардеробе вещи начнут пропадать. Будем знать. Это Петров с дружками постарался. Да-да-да. Да-да-да! Замолчи! Заткнись! Провокатор, да? Вон как раскричался-то, будто ужаленный. А зрачки-то... Зрачки какие широкие! Опять чего доброго скатушек слетит и руки распускать начнёт? Не зря же его мать с таблетками. Надо было её ещё за вторую титьку схватить. Я замер в смятении, безуспешно пытаясь понять, откуда она знает про лекарства. И что пугало сильнее, вдруг в её болтовне кроется ужасающая правда. Да-да! Он такой же ненормальный, как и его сестрица. Представляете, к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает сова ростом с человека. Но это у него в голове, видимо. Только что-то её никто из здоровых людей не видел. А этот наивный простой к ей верит? Нет! Ну вы представляете! И тут среди ухмылящей толпы я поймала единственный сочувствующий взгляд. Это правда, Антон? Что? А чё правда? Что, сова прожитая? Я действительно тебе не здоровится. Полина, послушай меня! Что ты соврели? Тут же как же! Не слушай этого болтуна, Полиночка! Это моя Полиночка, не твоя. Ты ещё не знаешь. Он тебя на другую променял. Не из нашей школы. На А-ли-су. Полина согнулась, будто её пнули в живот, а потом залила слезами и громко истерично плача рухнул на грязный пол. Но это сон. Нет! Нет! Как будто, блин, у нас было семеро детей, и я ушла от тебя к молоденькой лисе. Ну, камон. Ничего не понимаю, я бросился к Полине, но Катя грубо оттолкнула меня. Убери от неё свои лапы, чудовище! Подпеленный страх изорила ярость. Медленно всплывая из купящегося морока. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползает к дёстам и колясь с зубами. Мой отец бьёт мать! Ещё не даёт тебе право поднимать руку на девушку! Ещё как даёт! Кулаки стали кувалдами не разжать. Никто не смеет говорить такую про мою семью. Я понялся, когда уже кинулся на злобную... злобную Катьку. Ага! Слетел таки! Слетел! Спасите! Помогите! Петров с катушек слетел! Вы уроды! Да какие уроды! Размазал у вас! Тут ждал подшкольников вокруг, не зашумело, разрезал свистым гневным крыком. Стало расти. Слетели пекущие учеников, увеличились шире, стянулись вверх, всё выше и выше, под самый потолок. Превращались в огромный чёрный лес, кишащий с коленными мордами. Я сжался до пушистого комочка, затырявся перед могуществом изрытых язвен и свалок. И не то людей, не то деревьев. Вот ты и показал своё животное нутро! Трус! Ау! Как оскорбительно! Катя на лицо была безображена ликованием восторга. А что? Ой! Полину чё ты вот слушаешь, там вообще всё сок. Почему она? Нет! Чем она лучше меня? Ну я рыженьких люблю больше, чего ты. О, это я. Честно, Полину сильно заливалась специально. Он животное чужак! Я не чужак! Ну, нормальный зайчик. Ой, меня съели! Меня съели! Из леса донесла спугающих лопаний крыльев. Два огромных белых уха спустились от кота сверху, и из головы за руль цивили. Мама! Мама! Пожалуйста! Давай! Я подскочил, чуть не упав с кровати. Оказалось, я несколько часов метался по мувр от бота постели. Олин крик вырвал и вызволил ищупали из кошмара. Антон! Пожалуйста! Вставай! Вставай! Я не сразу разглядела ее силуэт у окна. Голос Оли был глухим. После драки у меня звенело в голове. Звук искажался, будто уши закупориловатые. Схлипывая, расстроенная, как никогда прежде, сестренка повторяла и повторяла. Сама! Сама! Пожалуйста! Я боюсь! Ее слезы кипятком ошпаривали мне сердце, но, признаться, я почти благодарила Сау за визит. За то, что напуганная моля разбудила меня. Оля, я сейчас. Хочешь, я тебе мурзилку почитаю? Кстати! А, не, не мурзилка, а была, короче... Мурзилка советский и российский ежемесячный детский литературный художественный журнал, издаваемый в 1924 году. В маскотном журнала выступал неведомый желтый зверек, красный перец и шарф. В журнале начинался творческий путь, такие писатели, как Смыл Маршак и Агния Барто. В общем, у нас в городе в Ульяновске тоже был свой журнал, по-моему, он назывался Антошка, типа мурзилки. Вот, у меня там печатались сектори, мишприч, у меня даже сохранился, я потом сходку выложу, покажу. Подожди! Я опустила босые пятки на холодный пол, пошарила в поисках очков. Вспомнил Семена, его подло постук, и горе с ним вздохнула. Антон! Пожалуйста! Пожалуйста! Антон, давай быстрее уже! Ну? Она не отводила глаз от окна, словно боялась проиграть ему гляделки. Я начупал переключатель, лампа плеснула ослепляющим светом, встал с кровати. Зрение обманывало, то приближая ко мне окна, то отдаляя. Сестра была размытым пятном впереди. Я сделал осторожный шаг. Оль, что там? Что-то случилось? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет! Не надо! А что надо-то? Там же... Сова! Голос доносился из-за моей спины. Я обвернулся и оцепенела от ужаса. В дверном проеме стояла зареванная Оля. С кем... С кем ты разговаривал, братик? Вон с ней? Обхватив плечи, она таращилась на меня красным цель за глазами, спрашивала, но будто боялась услышать ответ. Я разговаривал с тобой, с тем, кто притворился тобой. За окном, угрыжающий скрипнул корни, словно на нем сидел кто-то тяжелый. Это сова! То, что выдавало тебя за Олю, начало расползаться, менять свои чертания, увеличиваться в свете, не насытывая до пугающих размеров. У тебя, это, сломался изменитель голоса. Подойди ко мне. Подойди ко мне. Да это совунья! Голос больше не принадлежал сестре. Тому, кто прятался за штору, надоело притворяться водить меня за нос. Я больно ущипнул себя в надежде, что сусил это у окна лишь продолжение ночного кошмара, галлюцинация проклятого дома. Ведь они не кусаются. Фигура выселась передо мной в дымке. Я услышал громкий вскрик Коли, когда по стеклу постучали. Она пришла за нами! Стук повторился, и я отшатнулся в глубоком комнате. Словно на свете существовали потайные углы, где я мог бы схорониться от этой жути. Ну хватит стучать уже, стукачка. Стучали чем-то острым, железным. Ой, ой! Замерцала лампа светильника, ярко озарила комнату и погасла, как свеча на яростном ветру. Не с накаливания лопнулся звоном. Мрак словно только того и ждал, хлынул из углов и сомкнулся. От всей вселенной осталось лишь окно снаружи. Светил луна и красил все цвет костей извлеченных скреп. В черноте Оля забежала, ткнулась в мою спину, ища защиты. И тут на нас уставился горячий прожорливый огнем глаз. Ух-тук! Нет, оно не пыталось разбить окно. Оно играло. Стучало и стучало, сводя нас с ума. Да что за стукачка-то такая? Будто гигантские... Будто гигантские часы мерили, отведенные нам в время, и маятник раскачивался над бездом. Сейчас сломает окно. Умирайся! Пошла бронь! Оля истошно кричала, кричами вцепившись мне в руку. Я с трудом различил два огромных крыла, раскрывавшиеся на черном глаз. Скажи, Ятон! Пошла? Скажи, что я больше не буду себя плохо вести. Она сказала, чтобы ты шла. Никогда! Навсегда. Только пусть она уйдет! Пожалуйста! Лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, светящийся глаз скрылся. Я проглотил застрявшую горликом, будто репенник соглотнул. Шагнул штором, завороженный призывом безобразного гостя. Не буду, не буду, не буду, не буду! Блиокло окном, наползало на меня. Занавистки шуршали. Я потянулся, чтобы ототвинить шторы, чтобы посмотреть в глаза страху. В этот момент этот диск пали, донесся шум. Недолго думая, я рывком отдернул шторы. Никого. Только за стеклом на карнизе среди птичьих перьев что-то поблескивало. Мои очки. Те, что сорвал с меня Семен. Откуда они здесь? Неужели это подарок лакочащей ночи? Неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор, на ту зловещую палену, на зубчатый грубовый лес? Ни души. Ни намека на позик визитеров. Старый столб одиноким часовым дремал по шестиснежной пустыне. Рассохшийся ставник рехтель. Я отодрала утеплитель и полоски приклеенных газет. С трудом открыл окно. Я знаете, что думаю еще? Что возможно, вот эти мальчишки, вот этот Бяша и Рома, они не существуют. И что на самом деле это вот эти животные. Или все ученики животные. И вообще этой школы не существует, она... Короче, интересно, догадок много. Мороз спился мелкими иглочками в кожу. Зашевелились от сквозняка рисунки на стенах. Я дотронулся до очков, уверенный, что они расставят в пальцах. Они были настоящими. Мозг искал всему объяснение. Семен и его банда разыграли меня. Вот и все. Вот и... В кругу света под фонаром блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то ходил дома и взбирался по трубе к водоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было. Я осторожно забрал очки. Никто не отхватил мне кисть. Не выдернул в полное тревожное движение сумру. Вы почему не спите? Ну все, сейчас получим по попке. От неожиданности я покачался и чуть не вывалился из окна. Совсем сдурели? Жарко что ли? Не болели давно? Там сова была! Тоша ее прогнал! А ну-ка марш спать к себе в комнату! А с тобой? Мама выдержала паузу, прожигая меня взглядом. Подбирала наказание соразмерной поступкой. Но махнув рукой, взяла за плечо Оля и ушла. Бросит напоследок угрюмая... Завтра поговорим. Шо докопалась до ребенка? Я несколькими ударами вогнал раму обратно в паз, провернул шпингалитой, натрудив пальцы. Холод ушел из комнаты, но не страх. О, красотуль! Подрузив нанос очки, я изучала свои отражения в оконном стекле. Не лицо, а какая-то посмертная маска. Как у мальчика с доски объявлений. А ведь эта ночь я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте. Серьезно? В просвете между детским затылком прямо на меня смотрело черное-белое фото. И это был не Вова. Его фото висело рядом. Я узнал щекастую физиономию, нездоровую кожу. Так, ученик 6 класса. 16 января утром ушел в школу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Примет. Рост 155-160. Глаза серые, волосы каштаны, точного тела сложения. Был одет сем на коричневую тупленка, бежуя шарф, черная наруковая шапка, сапоги, аляска. Все, кто может сообщить какую-либо информацию о мисс Кожене Семену, прозвонить по телефону. Семен. Серьезно? Семка пропала? Фотографию Бабурина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат. Серьезно? Или это прикол? Мне типа реально, что ли, пропал? Эпизод 3. Дыбом булча шерсть. Так. Ну шо, котятки? Шепчутся на меня, говорят, что это я. В общем, ребяточки, спасибо большое за просмотр. Продолжим с вами расследовать наше вот это расследование в следующей серии. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...